приветствую вас на канале профи встречайте интересную относительно бюджетную альтернативу паяльной станции gbc паяльная станция от sugon модель t21 покажу и расскажу о всех имеющихся на борту настройках возможностях и также произведем замеры скорости нагрева если честно я давно хочу пополнить свой арсенал подобным девайсом и с удовольствием познакомлю вас с ним надеюсь будет интересно начинаем распаковка сразу же встречаем различные буклеты и инструкцию на англо-китайском языке далее сетевой кабель держатель провода паяльника и паяльник комплект из трех жал c 210 ну и конечно же станция паяльник выполнен из алюминия и пластика очень легкие на корпусе имеются кнопки управления температурой держать приятно а главное удобно имеет длинный мягкий силиконовый провод длины хватит чтобы паять на соседнем столе ноутбук коллеги имеется простой глянцевый пластиковый штейкер с фиксатором держатель провода которая крепится к станции комплект из трех жал c 210 здесь есть мой любимый вид топорик изогнутая игла и простая игла вставляется просто но туго к сожалению характерного ощущения нет вставил до конца или нет возможно это связано конкретно с этой ручкой по сравнению с обычными паяльниками длина до рабочей части от ручки маленькая почти как обычная шариковая ручка сразу хочется пропаять мультиконтроллер или сшим контроллер ну да ладно ознакомимся со станции достаточно компактная станция со совмещенной подставкой сразу говорит нам что она может работать с ручками помимо комплектной c 210 со 115 и 245 что расширяет ее возможности и так что касаемо фронтальной части здесь располагается большой дисплей три кнопки памяти настроек температуры кнопка настроек кнопка регулировки температуры выключатель станции правой части располагается силиконовая накладка которая выдержит высокие температуры и не будет прилипать припой имеется съемник жал под разные виды латунная щетка для очистки жал самой верхней части расположена регулированная подставка можно выставить желаемый угол наклона для комфортной работы и зафиксировать положение подставка выполнена из плава алюминия остальная часть выполнена из аморфного высокоэффективного полимера о чем нам говорит надпись есд сэп что означает термо огня и химической стойкость с тыльной стороны под подставкой располагается силиконовая часть для легкого очищения от припоя и других загрязнений на корпусе имеется наклейка которая означает оригинальную продукцию данного бренда также не забыли и про держатель сменных жал что очень удобно и практично разъем для подключения паяльника и сетевой разъем готовим станцию к работе работа и настройки и сразу же о том если при включении у вас появляется данная ошибка и сопровождается таким звуковым сигналом то это означает что станция не видит картридж либо он неисправен либо как в нашем случае он не доставлен снова включаем и станция находится в режиме ожидания в данном режиме отображается индикатор единицы измерения температуры и индикатор активированного звукового сопровождения в данном режиме мы можем выставить температуру от 100 до 450 градусов одно нажатие 1 градус при зажатии плавное увеличение и уменьшение температуры чтобы изменить единицу измерения температуры нужно дважды нажать на кнопку set кнопки памяти изначально уже имеют значение температуры данный функционал применяется на многих станциях и действительно полезен в работе допустим при работе с обычным свинцово содержащим припоем или сплавом розе или без свинцовки конечно же можно сохранить свои значения для этого выставляем необходимую температуру и удерживаем одну из кнопок куда хотим сохранить данные настройки до появления соответствующей визуальной и звуковой индикации следующая функция включение и выключение блокировки настроек при выключенной станции зажимаем кнопку channel 1 и включаем станцию на дисплее отображается надпись lock on блокировка включена при повторном манипуляции блокировка отключается и появляется соответствующая надпись lock off если честно никогда подобной функции не пользовался а вы пользовались напишите в комментариях следующая настройка включение и выключение звукового сопровождения для этого на выключенной станции зажимаем кнопку channel 2 и включаем станцию появляется надпись spk off спикер выключен индикатор меняется на красный перечеркнутый динамик повторные действия включает узыковое сопровождение функция режима ожидания при выключенной станции зажимаем кнопку channel 3 и включаем выбираем необходимое значение 150 180 200 или 0 вот только чего миллисекунд или это температура в котором будет находиться паяльник в режиме ожидания непонятно подтверждается выбором той же кнопки channel 3 но и производитель в инструкции говорит что данная функция работает только с жалами c245 непонятно но очень интересно ну и конечно же присутствует калибровка температуры тем более используются разные жала для того чтобы откалибровать необходимо на включенной станции зажать кнопку set и переподключить или подключить паяльник с другим жалом и можно приступать к точно калибровке при помощи кнопок регулировки температуры для сохранения однократно жмем кнопку set есть еще функция горячая смена жал можно конечно просто выключить станцию и сменить жало но производитель решил иначе для этого зажимаем кнопки регулировки температуры появляется надпись of паяльник выключен после этого можно менять жало включается паяльник повторными манипуляциями ну а теперь не объективный замер скорости нагрева потому что используется обычная термопара и мультиметр погнали около 5 6 секунд довольно неплохой результат ну и как видим паяльник требует калибровки но не в этом суть подведем итог станция получилась довольно интересная из плюсов можно выделить компактность качество сборки используемые материалы наличие обязательных и необязательных функций работа с тремя типами жал в комплекте три вида жал ну и скорость нагрева из минусов не могу что-то выделить если только в комплект положить еще ручки c 115 и 245 ну опять же нужно тогда и картриджи класть в общем и целом станция получилась хорошая и качественная доступная альтернатива gbc и она уже нашла своих покупателей среди мастеров кому понравилась станция ставим лайки не забываем подписаться на канал те кто не подписан и обязательно оставляем свои комментарии также есть наш телеграм-канал где можно следить за выпусками видео акциях новых поступлений интересных статей товаров нашего магазина на этом я с вами прощаюсь всем удачи прямых рук и до новых видео пока